Парковка за торговым центром Дедасперсия. Практически полдень. Недалеко от входа в комплекс размещены места для инвалидов. Часть из них занята машинами, оборудованными специальным знаком, позволяющим их владельцам оставлять здесь автотранспорт. Часть из категории «Я на пять минут». Именно такие оправдания обычно звучат тогда, когда нарушителей вызывает на стоянку сотрудник ГАИ. С начала текущего года за нарушение правил остановки стоянки административно ответственность на территории Брестской области привлечено более 5800 водителей. Что касается города Бреста, это цифра более 3000 водителей транспортных средств. Чтобы понять, что такое далеко, горе-водителям стоило бы познакомиться с Аллой и Сергеем. Супруги признаются, им, инвалидам с детства, дойти до нужного магазина порой бывает куда сложнее, чем остальным. С проблемой занятых мест, предназначенных для особой категории граждан, они периодически сталкиваются. В сердцах прощают тех, кто, может быть, действительно поспешил. Но легче добираться от этого им не становится. Я-то еще ладно, жене большие расстояния, я могу где-то припарковаться в другом месте и пройтись. Жену надо подвозить под самую, это чтобы она могла. Подъезжаем, особенно к магазинам, когда и даже, ну это в основном такое вот получается, что сталкиваемся. Ну когда, еще смотря какое время. Если знак стоит, такой вот, где видеофиксация идет, то еще как бы народ немного побаивается становиться. Но все равно не всегда. Неправильная парковка вдоль дороги – еще один камень преткновения. Как правило, загородившие обзор машины не позволяют детям выглянуть и убедиться в том, что их перемещение через дорогу безопасно. Аварии по этой причине нередки. Нарушение правил остановки стоянки непосредственно, когда водители паркуют свои автомобили на пешеходных переходах. Это очень влияет на безопасность дорожного движения, так как выход на проезжую часть пешехода становится небезопасным. Особенно в период летних каникул большое количество детей гуляют во дворах, гуляют в городе. И ввиду своих каких-то физических возможностей, ввиду своего маленького роста, они не могут убедиться в безопасности своего перехода и зачастую выходят на проезжую часть из-за этого автомобиля, который стоит с нарушением, не убедившись в безопасности. Вопрос неправильной парковки решается, как правило, с помощью эвакуатора. Причем в этом случае водитель платит не только за то, что не соблюдает правила дорожного движения. В качестве дополнительной меры за ним остается оплата работы эвакуатора и суток на штрафстоянке. Продолжая детскую тему в летнее время, стоит вспомнить и дворовые территории. И не только о том, что перемещаться в них нужно на минимальной скорости, внимательно наблюдая за дорогой. Неправильно припаркованный здесь автомобиль может также быть причиной трагедии. Хотелось бы, чтобы наши водители понимали всю серьезность проблемы, которая существует в городе. И, конечно же, парковали свои автомобили только с соблюдением правил дорожного движения. Тем более, в центральной части города уже есть автомобильные парковки, которые платные, но в то же время вы не создаете угрозу безопасности дорожного движения. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дород Бакунович, Дмитрий Лазарчук, Телекомпания, БУК-ТВ.